Всем доброе утро! Начался новый день. Сходили погуляли с собачками. Теперь пришла домой. Ну, позавтракали, понятно. И решила заняться немножко уборкой. Чем женщина может отвлечься? В первую очередь уборкой. Там нужно убираться. Убираться решила не целый день, а убираться решила по методу... Не знаю, чей он, не помню фамилию. Но, в общем, 15 минут в день. 15 минут вы что-то моете, драете, а потом просто отходите в другое место и все оставляете как есть. Так что, что я сегодня делаю? У меня перегорел свет в коридоре. Вот полезла, поменяла лампочку. Заодно решила вымыть плафоны. И еще я использовала, испытала вот это средство, которое я покупала в FixPrice. Белизну. Мне очень понравилось. Раковина отмылась, потому что там были, знаете, такие... Как в воде бывают... Ну, я даже не знаю, как их назвать-то. Каменные отложения, что ли. Я обычно чистила другими средствами из FixPrice. Они как-то не оттирались. Ну, и там особо у меня ни желания, ни времени не было. Ну, а тут время есть. Почему бы нет? Значит, налила вот этой вот жидкости на губку и все натерла. Написано, конечно, там на белизне все очень мелко и мелко. Нужно лупу брать. Но я, правда, справилась и без лупы. Вот. Это если отбеливать ткани. Там, если грязное что-то белое, то там нужно замачивать. Написано как? На две трети колпачка, по-моему, на 10 литров воды. И на 10 минут замачиваете. Ну, а чистите обычным способом. Просто это гель. Я еще подумала, может быть, его перелить в какой-то старый флакон от FixPrice средства, другого. Который, знаете, такой, ну, с дозатором или там с распылением. Потому что как-то, мне кажется, это лучше. Хотя не знаю, как густой гель будет через такой распылитель распыляться. Вот. А сейчас я вам покажу, что я делаю с плафонами. Сейчас покажу вам вот этот гель. Частин, белизногель отбеливатель. Очень хороший, мне понравился. Смотрите, какая раковинка стала. Вот здесь вот немножечко не дочистила. Видите, тут вот по краям. Вот здесь вот. Но это уже, знаете, давнишние залежи. Трогаешь, вроде бы все чисто. Хотя нет, под пальцем чуть-чуть чувствуется там отложение. Ну, вот это нужно все менять. То, что сзади это отклеился. Не знаю, как он там называется. Ну, в общем, вы поняли. Чтобы шва не было, там какая-то замазка налепливается. Надо ее отодрать и заново сделать. Видите, как мелко тут все написано. А, в общем-то, это вот. Может быть, даже так-то и лучше прочитать. Хотела я этот гель вот сюда. У меня пустой флакончик. Но не знаю, будет ли он распыляться через маленькое отверстие. Вот здесь надо попробовать. А так, в принципе, удобнее. Вот так вот лить и все. Что там на губку, руками это не трогать. Понятно, надо в перчатках работать. Но я работала без перчаток. Я решила попробовать. А потом, знаете, как начинаешь пробовать, увлекаешься и все. И уже начинаешь мыть без перчаток. Это плохо. Надо перчатки напяливать. Вот он мой коридор. Коридор. Вот я по лесенке полезла здесь. Одну лампочку я сделала. А вторая там то ли не доходит цоколь, то ли не знаю. Вообще все эти вот такие вот светильники, какие-то они фиговые. По-другому я не скажу. Вот сейчас вот сюда влезу. Вот здесь сниму плафон и вымою. Вот. И как вот тоже вот эти вот шкафы. Все хотела в свое время выкрасить их белым цветом. Тоже все руки не доходили. Представляете? И вот думаю, что можно, наверное, вымыть потолок. Вот эти же такие панели. Какие-то пенопластовые. Нет, их, по-моему, можно мыть. Тоже надо попробовать. А еще сегодня жду курьера, что почта России и МС вот этого почта. Ну, как я уже говорила, они объединились две в одну. И это у меня посылка детям в Южную Корею. А посылки отправлять можно. Хочу ребят порадовать. Там небольшие такие сюрпризики для них. Вот все-таки мне кажется, что светильники в советское время были более такие прочные. А эти все какие-то худосочные. Ой, я только сейчас увидела какие-то там трещины. Откуда они там на потолке? Вроде так их не видно. А вот когда снимаю, что видно. Сняла второй плафон. Видите? Какие-то тут комары, мошки и все. И вот второй плафон я уже помыла. Ой, ну разница, конечно же, есть. Этот плафончик чистенький, беленький. Ну, сейчас и такой будет. Вымою, вытру и повешу. Будет в коридоре посветлее. Вот отмыла вот эти вот два квадрата. Ну, и вот здесь вот все по периметру. Ну, может быть, это не видно, но мне вот видно, что они стали чище, белее. Сейчас пройдусь по всему потолку. Но заодно сейчас загляну туда, посмотрим, что там-то. Что там-то за плафончик? Охо вообще-то везде. Позалезайте в своей квартире. Видите, какая тут пыль. Ее не так много, но все-таки она есть. Туда не влезть, но... Сейчас, как могу, так сделаю. Главное, не навернуться с лестницы. Вот это самое главное. Надо быть очень аккуратным, за этим всем следить. А то у меня есть такой грешок. Я вечно падаю отовсюду. Нет, смотрите, видно-видно-видно. Смотрите, вот я протерла. Ах, как же резкость-то тут сделать. Вот, протираю. Смотрите, как там. Видите, какое там коричневое. Вот прям видна вот эта полоса. Так что вот эти вот штуки надо протирать. А еще я знаю, что их так это белят. Можно пройтись по белкой. Но я не буду, я просто сейчас вымою. Вот что тут. Вот на этих вот шкафах. Давайте-ка. Здесь тоже пройдемся. Ого-го. И всем этим мы дышим. Ой. Мамочки мои. Ой. Ладно. Я думаю, что я здесь долго времени проведу. Но хотелось бы успеть за 15 минут. Я поставила себе будильник. Ой. Сюда придется несколько раз лазить. Вымыла. Смотрите, какая красота. Понятно, что сюда никто никогда не полезет смотреть, как у вас там у хозяек чисто-нечисто. Но знаете, осознание того, что там чисто, вот прям очень приятно. Так. Что-то тут такое. Стеклышки вот эти все вымылы внутри шкафов. Все. Вот здесь. Когда тут, никогда не долезаешь обычно. Все стекла. Все. Вот тут вот поискапливается. И вот мои книжки любимые, которые остались. С Настей разбирали еще давно. «Натанесенные ветром», «Скарлет», «Бред Батлер», эти все продолжения. «Джен Эйр», «Алая паруса», «Алая паруса», «Слово», «Сокол и ласточка». Вот. Валерия Алексеев, «Повести анекдоты». Ну, это мамина любимая книжка. Я вообще не очень люблю все эти анекдоты. «Мастер Маргарита», «Булгаков», «Компьютерный разум», «Ианна Хмельевская». Обожаю. Просто обожаю. Надо почитать ее, кстати говоря. Вот. Сами видите, какие книжки. У нас тут есть два капитана. «Незнайка» в солнечном городе. Остальное «Незнайка» у меня там лежит на томпочке прикроватной. Я все собираюсь его тоже почитать. «Маленькие женщины». В общем, вот что тут. Так. Мы сейчас перейдем на эту полку, покажу, что там у нас. Но ее тоже надо постереть. А тут уже все закрываю. Тут все уже чистенько. Так. Ой. Поскольку я тут балансирую на лестнице, то делаю все это очень осторожно. Так. Все вымыло. Все стекла вымыло. Все внизу, внизу, внизу. Вот. Все-все-все. Видите, вот там вот эти полосочки. Все это вымыто. Все полочки перемыто. Ну и, соответственно, все двери. Вот еще какие у нас книжки. «Джек Лондон». Канан Дойль, которого мы собирали, по-моему, еще в советское время на амкулатуру. «Джек Лондона» обожаю. Особенно «Маленькая хозяйка большого дома» и «Смог белье». По-моему, фильм есть «Смог и малыш». «Маленькая хозяйка большого дома». «Напита времени ждет». Отлично, отлично пошло у меня все это. Сказы. Особенно «Любовь к жизни». Все эти книжки тоже были взяты на амкулатуру. Мы тогда за ними гонялись. Нельзя было тогда купить. Ну а вот это вот «Лунная долина» и «Сердца трех». Это вообще «Лунная долина». Я просто обожаю несколько раз перечитывала. Так, здесь у нас что? Здесь у нас Никитин, Улицкая. Вот там еще. Так. Когда боги смеются, это Маринина. Кто-то дарил мне, видимо. Ну это Настя. Настя книги. Мария Семенова тоже мне понравилась. Ну и, конечно же, любимая «Гарри Поттер». Вот там на собрании сочинений. Здесь Толкиен. Любимый. Наш любимый. И Ромов. Это Настя на книжке все. И вот. Семенова тут есть. Видите, какие книжки еще. А вот этот «Тайна». Это «Три сыщика» серия. Я не знаю. Может быть, кто-то читал. Вот нам очень понравилась. Очень понравилась эта серия. С удовольствием читала. Даже я взрослая. Там про трех мальчишек. Почитайте или посмотрите где-нибудь в интернете. Там описание про что, как. В общем, с детьми очень интересно было читать. Не знаю. Может быть, это советское время. Может быть, сейчас дети, конечно, этим не увлекаются. Ну, Льюис Кайрл. Вот. Ну, а там у меня все-все сложено. Все как надо. Так что с этим шкафом я разбилась. Этот шкаф у меня готов. Вот такой чистый белый оказался. Все-все вымыто. Здесь у меня вещи. Но это я тоже буду как-то разбирать. Это мои шарфы. Это тут Сашины вещи. Это все на потом, на потом. Повесила чистый белый диплофончик. И, значит, вот до сих пор я вымыла. Вот второй шкаф здесь тоже отмыла. Смотрите, какой чистый сверху. Вот. Все тут. Все тут вымыто. Все. Наконец-то у меня коридор в порядке. Все здесь промыло. Все вымыло. Вот. Сестекла. В общем-то, все-все-все. Вот так у меня теперь здесь чистенько. Все хорошо. Все хорошо. Я что вам сказала, что дала себе 3 раза по 15 минут. Не 2 раза, а 3 раза по 15 минут. Потому что... Ну, потому что сегодня выходной, я уже повторюсь. И хотелось мне вымыть коридор. Это не тот случай, когда у меня много каких-то дел, а потом мне нужно всего лишь 15 минут на уборку. Но вообще это очень хороший способ каждый день по 15 минут уделять на уборку. Я ему буду следовать в дальнейшем. Сейчас я просто так уж навела такой жмон в коридоре, поскольку очень давно мне хотелось вымыть этот потолок. И он теперь стал наичистейший, наичистейший. Тут я все промыла. Все вот так вот мыло, мыло, мыло. Все. Все вот так двери. Все. То есть пыли никакой нигде нет. Смотрите, вон, конечно же, салчище намного. Все двери я мыла. Еще раз повторюсь. И вот здесь все мыло. Знаете, вот что-то как-то руки никогда сюда не доходили. Но на самом деле мыть-то надо. Убираться надо. Стены. Вот здесь еще можно на кухне протереть вот эти вот все стеклышки. Тоже. Они тоже становятся пыльными. Вроде выходишь, ничего не видишь. А как начинаешь убирать, особенно с тряпкой, так вообще везде и всюду. О, посмотрите-ка, какая тут пыль-то оказывается. Это называется нет предела совершенства, поэтому надо использовать 15 минут. Но у меня еще 3-15 минут не прошли, поэтому я и тру. Вот тут я просто любуюсь, просто любуюсь. И молодец. О, протрещал мой сбудильник. Не знаю, слышали вы его или не слышали. В общем, все, заканчиваю. Вот так вот. По-хорошему надо прям бросить тряпку и все. Ну, кто ж так сможет, да? В общем-то, вот все, дверь чистая. Все, уборка закончена. Время всего-то половина практически 11-го. 10.35. А я уже столько дел переделала. Ну, я сегодня молодец, молодец. Возможно, я сегодня постараюсь испечь плюшки. Вкусные плюшки с маком. Вот, по-моему, едет почта России. Да, точно, это почта. Сейчас ко мне придет курьер и заберет посылку для моей дочки. Все, курьер уехал. Посылочку забрал. Ну, дней, наверное, 11-12 она будет идти. Буду ее отслеживать по номеру. Я очень рада, что хотя бы так границы открыты, что можно направить посылку и не терять связь с семьей. На обед себе приготовила котлеты. Покупала их во вкусвилле. Вот такие они. Вкусвилл, котлеты рыбные из трески. Попробую, посмотрю, вкусные или нет. Вот где изготовлено. Плетки буду есть вот с таким вкуснющим салатиком. Обожаю салат, прям обожаю. Еще хотела замесить тесто, а потом полезла в морозилку за маслом. И увидела, что у меня там тесто слоеное, дрожжевое. Я совсем недавно покупала. Поэтому поместила его вот так, посыпала мукой. Сейчас оно уже практически растает. И я хочу сделать плюшки такие с маком, с маковой начинкой. Для этого я уже вот тоже вытащила из морозилки кусок масла. Что еще у меня туда пойдет? Еще туда у меня пойдет мак. Вот и песок. Ну и стираю еще. Конечно же, стирку нашла. Вон там все плюхает. У меня стирается. Вещи. Что-то как-то вот у женщины всегда найдет в себе занятие. Но это хорошо на самом деле. Раскатала тесто готовое, которое вам показала. Намазала его маслом с песком. На пачку масла стакан песка сахарного. Все это распределила. Сверху посыпала щедро маком. Сейчас закатаю. Буду делать не рулет, а говорилось. Буду делать маленькие такие плюшечки. Рецепт, конечно, у меня другой. Маленький рецепт. Но поскольку у меня готовое тесто было, я не стала заморачиваться. Я решила вот это сделать таким образом. Вот такой рулет. Вот такой. Можно было, наверное, запечь рулетом, но он у меня длинненький. Я сейчас буду формировать из этого рулета плюшечки. Так вот его разрезала. Сейчас буду брать вот так плюшечку одну. Разрезать ее определенным образом. Вот здесь вот так вот и получится такое сердечко. Ложила их. Ну, думаю, может быть, многовато масло на эту порцию тесто. Оно будет сейчас вытекать и гореть. Ну, ладно. Что получится, то получится. Уж очень мне хочется плюшечек с кофе. Вот прям хочется, хочется. Вот такие плюшки у меня получаются. Мне прям кажется, что это именно те плюшки, которые любит Карлса. Вот. Ну, конечно, скажу вам, что на этот пласт готового теста дрожжевого пачка масла это много. Или надо было оставлять в рулете, чтобы ничего не вытекало. Вот они тут. Вытекло много. Но зато вот это очень будет вкусненько у меня сейчас. Вот такие красивые плюшки у меня получились. Сейчас чашечка кофе я с удовольствием съем. Булочку. Возможно, лучше делать рулет. Может быть, в следующий раз попробую сделать рулет и посмотрю, будет ли вытекать масло. Но вытекло не так уж много. Вот я собрала. Там, видите, вот эта вот лужица такая. Это как береженный сахар с маком. Можно туда булочку будет окунать. А так вот. Очень вкусненько, очень прекрасненько. Заканчивается мой день. День плодотворный, день насыщенный. Плакать было некогда, хотя мне очень хотелось. Но я понимаю, что надо как-то работу из себя, вот из всего этого вытаскивать. Поэтому стараюсь. Всем пока-пока. Всем вам желаю здоровья, счастья, любви. Любите друг друга, цените друг друга. И живите в мире согласии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok